Друзья, я в Луганске приехала до автовокзала, а потом еще маршруткой ехала. Но не просто так, не на экскурсию, а в стоматологическую клинику. Друзья, у меня проблемы с зубами. В ту клинику, куда мы тогда с Димой приезжали, когда делали ему снимки челюсти. Ой, не знаю, сейчас рассказать вам или уже дома. В общем, зубы у меня, наш стоматолог сказал, практически все треснутые. Нужно их все закрывать. Ну, это, конечно, финансовые потраты. И самое главное, у меня крайние зубы, вот эти жевательные, там везде я давно еще, как с Москвы приехала, вставила металлокерамику. А потом, с одной стороны внизу, это года 4, наверное, или 5 назад, вставила просто металлические на три зуба. Там одного между ними не было. И нужно вставить коронку, которая есть. Ну, в общем, нервы все удалили, зубы подточили. Поставил доктор металлические, металлическую коронку. Ну, через время я что-то вот почувствовала, какой-то мне сначала немножечко больно стало прикусывать. Ну, я старалась на другой стороне все время жевать. Потом какой-то привкус неприятный был. Ну, я ходила к нему, это все пломбы, у меня все пломбочки выпадают на верхних, на нижних, вот как-то внизу, около Дисней. Ну, и доктор сказал, что начал шевелиться там, она говорит, ну, значит, там зуб, это, портится. Ну, сначала он сказал, что надо снимать коронку и смотреть. Ну, я думала, если просто ее можно было снять и потом одеть, это одно дело. Ну, он сказал, что, возможно, когда будет снимать, что она обломается, ну, придется новую делать. Ну, все, как говорится, укладывается в финансы. Вот, ну, и думаю, ладно, пусть будет. Вот, ну, сначала запах, потом это, больше шататься, шататься. И вот я тут последний раз ходила к стоматологу, это, говорю, что-то у меня тут совсем, это шевелится. Я с зубочисткой туда лезу, я не чувствую, что упора какая-то на рту, значит, там зуб сгнил, и все. Ну, в общем, я ковыряла, отломала эту коронку с этого зуба, действительно, там получается, все, он сгнил, и между ним рядом, там же не было зуба. В общем, теперь только жевать на одной стороне. Вот нужно сделать, он сказал, сделайте снимки всех зубов, где на которых нервы есть, где нет, что-то будем делать. Хотя вот с этой задней, не знаю, надо, ой, что-то думать, потому что все время на одной стороне жевать, это тоже проблемно. Это Луганские Восточные Квартала называется. А вот она и клиника. Хорошо, так, удачненько, вышла на пикник к нам, сразу в автобус подъехал, здесь подошла маршрутка сразу, водитель подсказал, где выходить и в какую сторону идти. Так что все, удачненько. Кто помнит, как мы с Димой сюда приезжали, жаль, как раз там дождичек шел, вот, тогда братик двоюродный привозил, с Димой на автобусе не проедешь. Пришлось на машине, ну, а мне уже попроще. Церквушечка какая-то, или нет. Нет, это, наверное, просто какая-то часовинка. Так, а вот медицинский центр. Вот тут красота, ухаживают, каштаны уже отцвели. Так, вот сюда. Друзья, иду уже на остановку. В общем, мало чего хорошего. Ну, в принципе, все, все можно сделать, но только все упирается в финансах. А финансы, конечно, огромные. Там даже страшно говорить, какие. В общем, на задние там, на нижние, нужно только имплант ставить, и то два, потому что на имплант коронку не поставишь. Надо именно зуб. Ну, панорамный снимок сделала. Две тысячи стоит на обе челюсти. Проконсультировалась. Сказал под теми коронками, что металлокерамика у меня уже, конечно, там облущенная. Я думала, может, обновить ее. Можно, говорит, нет. Там уже, говорит, под ней идет воспалительный процесс. Видно по снимку. Поэтому, вот, реставрировать не стоит, а надо уже будет снимать. В общем, это вообще остаться без зубов, ставить эти вставные челюсти, дешевле обойдется. Ой, ну, ладненько, друзья. Что ж теперь? Все, еду домой. Уганск, конечно, большой город. Это окраина, по-моему, считается. Движение, жизнь, конечно, здесь. Это окраина. Я иду от стоматолога, показала ему снимочек, что есть на Луганск. В общем, тот, который он коронку снял мне, вырвал крайний зуб, который, не зуб, а там от зуба только середина осталась. Поэтому, говорю, не знаю, когда же этот язык заплетается, и после укола все занемевшее, и ватку держу. Ну, зашла на рынок, купила бабушке Томи клубнику. Вот такая красивая. Ну, по 250 я успела только совсем чуть-чуть взять. Вот такая пакетики. Ой, мнется. А в лоточках вот это по 350. В общем, на 500 рублей все вместе вышло. Сейчас я занесу, а потом надо еще зайти на Валбарис, спросить там заказ, пришел или нет. Я уже дома, друзья. Бабушке Томи отдала клубнику. Она очень обрадовалась. В общем, еще я сбегала ей в магазинчик, купила бутылочку растительного масла, хлебушка и плюшечку. Сказала, больше ничего не надо. Ну, и как я вам сказала, зашла на Валбарис, это забрала покупочки, подарки. Это вот люстра светодиодная, это два рулончика обоев. А это лампочка. На кухню надо открыть и попробовать куда-нибудь притулить ее, посмотреть. В общем, хочется еще раз огромное сказать спасибо Валентине за ее подарки. Пожелать, конечно же, крепкого-крепкого здоровья и всего-всего наилучшего. Друзья, ну вы поняли, что у меня еще не отошло место от укола. Еще там ватка, шепелявлю. Бабтик, глянь, ты видал какие подарочки? Скажи спасибо, спасибо большое, скажи. Покушал. Ну, в общем, когда будем уже все делать, тогда уже по ходу будем показывать, какая расцветка, какая лампочка и все остальное, друзья. Так что не обижайтесь, заранее мы не показываем. Не забегаем вперед. Здравствуйте, друзья. Друзья, сегодня у нас будет стихотворение о доброте. Или про доброту зачитаю сначала я. Без доброты нам было бы слишком тесно, без доброты нам было бы темно. Лишь с добротой хватает в сердце места, чтобы любить и помнить все равно. И даже если все давно остыло, нам доброта поможет пережить все то, что в сердце болью долго ныло, чтобы опять виновного простить. Лишь с добротой способны к состраданию. И милосердию готовы век служить. И чтобы быть подобием к созданию, необходимо с добрым сердцем жить. Ну, такое сложное, конечно, стихотворение. Может, я где-то интонацию, да, не так делала. Но сейчас зачитает Дима, сколько у него получится. Ну, здесь даже сами строчки очень длинные. Ну, хотя бы четверостишие зачитает. Без доброты нам вылаз слишком тесно. Без доброты нам вылаза темно. Лишь с добротой хватает в сердце места. Чтоб любить и плонить все равно. И даже если все дана остыла, нам доброта поможет пережить. Все то, что сердце более долго ныра. Чтоб опять имяного растить. Лишь с добротой способны сострадания. И милосердие готовы мне сложить. И чтобы быть подобным созданием, не обходим зданием сердца жить. Вот такое, друзья, длинное стихотворение. Дима, молодец, справился. Ну, правда, немножечко с передыхами. С маленькими. Две секунды, да. Не надо. Двенадцать строчек. И строчки такие длинные. Ну, напишите, Паша, оценку поставьте, да. Как вам понятно было что-то. Ну, стихотворение такое, да, замечательное. Про доброту. Ну, друзья, всем хорошего дня. Хорошего настроения. Добра. Добра. Мира и добра, да, друзья. Друзья, я иду в подвал. Дальше там порядок наводить. В общем, и банки, и выходки сделаю. Трехлитровые отнесу. Вот. Мне тут нашла еще вот от крыс. В кладовку было. Тоже надо положить. А то иногда захожу, а там какие-то какашечки есть. Надо будет положить. Василий. Домой я ж нагулялась. В общем, ходила мусор выносить. И там на мусорке лежал вот такой поддом. Это, наверное, с детской кроватки. Такая фанера. А мне как раз под баночки там поставить в самый раз. И вот так я навела. В общем, здесь ящички до самого верха поставила. Вот тут у меня банки трехлитровые. Ну, буду еще приносить здесь на верхний слой. Потому что еще что-нибудь сверху можно будет положить. Но я не все, а так, чтобы там чуть-чуть освободить кладовку. Сюда можно будет такие литровые или другие поставить. Так, вот здесь что были мои? Полулитровые. Повытирала. Поставила. Ну, тут тоже надо будет перебирать. Как уже буду заносить в квартиру. Открою. Если что-то будет такое подозрительное, конечно, кушать не будем. Вот. Так, ну, две банки здесь испорчено варенье. Затаскивала вот этот стеллаж. Да, чтобы положила это. И зацепила банку. Разбила. Потому что надо будет прийти с ядром. Это, пооткрывать. Вот эти тоже выбросить. Ну, пока пусть сохнет. Положила вот эту отраву. Надо говорят, не кучу, а по одной. Прийти, если съели, значит, еще и потихоньку, потихоньку докладывать. Ну, здесь, конечно, все время вот это, когда же идут, сырость. Оно, видите, вот потеки бежит. Сколько здесь не запенивали. Вот это же все земля. Поэтому вода впитывается, и куда-то нужно идти. Ну, и попадает само в подвал. Поэтому я на стеллажи ставлю. Ну, поэтому, видите, и крышки портятся от влаги. Ну, там чуть подсохнет. Тогда вот эти стеллажи положу и банки отсюда уберу. Пусть пока здесь стоят. Ну, они, в принципе, здесь не мешают. В общем, в подвале на сегодня закончила. Друзья, распечатали мы лампочку. Я уже прицепила вот так вот над ящичком посередине. В общем, она съемная. На магнитике. Вот это вот здесь магнитик. Цепляется на двусторонний скотч. Такой прозрачный здесь был. В общем, я по центру, как смогла, прилепила. Вот здесь кнопочка есть включения. Заряжается от USB. Есть пульт. Вот, нажала она. Провела. Да, она еще крутится. Вот так можно туда, можно развернуть. Так, сейчас бабчик. Сейчас пультик. Вот он, пульт. Выключили. Включили. Сейчас я свет потушу. Посмотрите, как ярко горит. Ну, я это как подсветку буду использовать. Вот. Смотрите. Мне нравится, что она можно крутить. Дима говорит, можно будет еще заказать над плитой. В принципе, это мы больше, если что-то, когда я снимаю видео, когда готовлю, чтобы было поярче. Да сейчас, Паксик. Да сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, что, ну, что. В общем, классная лампочка. Мне очень нравится. Напишите, как вам. ejej. Постой. Эй. 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 Эй.